Красивый рассвет, господа, в игре Rust Experimental. Я нахожусь на берегу, и из-за горизонта поднимается солнышко. Красивые блики на воде, облака, весьма красивое зрелище. Еще раз здравствуйте, и судя по трем ловушкам, которые вы видите сейчас на экране в воде, наверное, вы уже поняли, ну и судя из названия этого видеоролика, что речь сегодня пойдет о рыбалке. Да, именно о рыбной ловле в игре Rust Experimental. После введения в игре Reign of Kings рыболовства, вы помните, что я снимал там видеоролики, у меня получилось аж три серии по рыбалке, но там рыбная ловля была гораздо в больших масштабах, нежели в игре Rust, поэтому здесь будет всего лишь одна серия. Итак, приступим говорить о рыбной ловле в игре Rust. Что это такое? Зачем это нужно? И каким образом в игре можно заниматься рыбалкой? В игре можно заниматься и разведением растений. Появились так называемые семена, которые можно сажать. Вот у меня сейчас в инвентаре два семечка конопли. Когда вы собираете растения, это я так к слову сказать, вместе с самими растениями вы собираете и семена. Это касается конопли, касается тыквы, по-моему, да, семена тыквы есть, семена кукурузы я видел. Вот это вот все здесь есть. Можно сажать и потом появляются, видите, такие вот небольшие ростки и вырастает полноценное растение. Кукуруза, конопля, тыква. Но сегодня мы будем разговаривать о рыбной ловле. Для того, чтобы заняться рыбалкой, нам потребуется, нет, не удочка. Я надеюсь, в ближайшее время когда-нибудь появится здесь возможность рыбачить с помощью удочки, как это сделали в Reign of Kings. Пока здесь можно лишь ставить рыболовные ловушки. Находятся они в окне крафта, в разделе. Так, вот уже и не помню в каком разделе. Давайте поищем и найдем. Так, ага, раздел items, предметы. Вот, она так и называется, рыболовная ловушка. Делать ее можно на первых уровнях, но вот у меня сейчас уже 25 уровень, я, к сожалению, вам сказать не могу, на каком уровне она открывается. Но там, по-моему, в пределах 5 уровней эта рыболовная ловушка открывается. Ловушка для рыб. Ставим на мелководье, добавляем наживку и ждем улов. Для создания этой ловушки нужно 200 дерева и 2 единицы ткани. Сделаем пару ловушек и пойдем рыбачить. Так, вот я взял дерево, ткань. Делаем раз ловушку и два ловушки. Две ловушки сделаем и пойдем рыбачить. Вопрос, на что клюет рыба. Я в конце этого видеоролика сделаю таблицу, на что лично я ловил рыбу. Ну и мы будем пробовать разные виды наживок и смотреть, на что рыба клюет, на что рыба не клюет. Я уже немножко поэкспериментировал и, грубо говоря, ориентируюсь в этих вопросах. На что клюет рыба? Во-первых, если вы живете недалеко от дороги... Так, ну вот, я живу недалеко от дороги. Относительно недавно снимал видеогайд по карте в игре Rust Experimental. Вот здесь мой дом обозначен и дорога. Если бежать на север по этой дороге, будет склад. Если бежать на юг, будет аэропорт. Так вот, если вы живете около таких мест, то знаете, что в мусорных кучах вам попадаются различные виды еды. Давайте их сперва и используем, попробуем использовать в качестве наживок. Значит, что это такое? Это яблоки попадаются вам, попадаются вам банки с фасолью, вот такие вот. Попадается консервированный тунец. Вот такая вот баночка. Так, банки с фасолью, сказал. И две шоколадки, значит, плитка шоколада, так и называется. И батончик мюсли. Вот эти виды можно, виды продуктов можно вытащить из мусорных куч и выбить также с бочек. Еще там бывает бутылка с водой. Заранее скажу, на бутылку с водой ничего не плюет. Так, вот давайте опробуем сперва вот эти пять видов наживок. Ну, будем использовать в качестве наживки яблоко. Дальше банка фасоли, банка с тунцом, плитка шоколада и батончик мюсли. И мы посмотрим, что клюнет на вот эти продукты. Где ставятся эти ловушки? Ну, как вы видели в начале видеоролика, ставить их нужно на мелководье. Об этом, кстати, говорится и в описании этих самых рыболовных ловушек. То есть мелководье не слишком близко к берегу. Видите, красное здесь нельзя поставить. Ну и на глубине тоже, наверное, не сможем поставить. Видите, да, тоже горит красным. То есть вот именно нужно выбрать такое место. Мелководье. Вот. Ставим. Каким образом размещать вход ближе к берегу? Или, ну давайте вот ради эксперимента разместим одну ловушку вот так. Я думаю, это не имеет значения. Одну ловушку сделаем вот так вот. Все. У нас пять ловушек и будем размещать теперь здесь наживку. Сюда мы поместим яблоко. У ловушки прочность 100 единиц, как вы видите. Когда ловится рыба, прочность уменьшается. Вот в эту ловушку я уже рыбку поймал. 90 единиц из 100. Сюда мы кладем банку фасоли. Сюда консервированный тунец. Сюда шоколад. А сюда положим батончик мюсли. Все. Разместили наживку. И теперь нам остается только лишь ждать. Сколько ждать? Ну давайте засечем время. Я сейчас засеку время и посмотрим, через сколько рыбка клюнет. Пока рыбка будет клевать, я вам расскажу, зачем вообще это надо. Ловить рыбу. В игре. Так. Ну вот здесь вот меня, наверное, не увидят со стороны, если кто-то будет бежать. Зачем ловить рыбу? Во-первых, рыбу можно приготовить на костре и использовать ее в качестве еды. То есть кушать и утолять голос. Это первый пункт. Второй пункт – это увеличение опыта. Обратите внимание сейчас на левый нижний угол. Вы видите желтую и зеленую, зеленые полосы. И когда поймается рыбка, обратите внимание, сколько опыта мне прибавится после пойманной рыбы. Вот у меня сейчас XP, видите, 88. На первой восьмерке полоса. И после поимки, вот у меня пять ловушек, после поимки пяти рыб, если они клюнут. Посмотрим, сколько опыта я в итоге получу. Я экспериментировал и скажу, ребята, что имеет смысл разместить огромное количество этих ловушек, забить их продуктами, особенно если вы постоянно бегаете по этим заводам, складам, дорогам, собираются у вас в инвентаре и дома в ящиках эти банки с едой, фасоль, тунец консервированный, шоколад. Девать их некуда, вы отъедаетесь. Имеет смысл поставить эти ловушки и просто забивать их этими продуктами. И вам будет капать опыт. Чем больше ловушек, соответственно, поставите, будет больше опыта. Вот для чего имеет смысл заниматься в игре рыбалкой. Еда и опыт. Так, ну что же, прошла уже одна минута, пока ничего не клюнуло. Ждем, продолжаем ждать. Еще скажу, влияет ли место на рыбалку. Так, вот, видите, у меня опыт прибавился, буквально на ваших глазах. Была первая восьмерка и больше половины зеленая полоса заполнилась. Это говорит о том, что рыбка поймалась какая-то. Ну, еще ждем, наверное, там только одна поймалась. Место рыбалки. То есть я имею в виду север и юг, то есть зима и пустыня. На своем опыте, вот, видите, снова прибавилось. Полная полоса зеленая. Это вторая рыбка попалась. Вот две рыбки дали полную полоску зеленую почти. Я экспериментировал, ловил в пустыне и ловил в зиме. Вот я сейчас нахожусь, можно сказать, на севере карты. То есть вот, если бежать здесь на север, тут уже начинается зима. Тут уже лежит снег. Ну, вот, наверное, даже отсюда можно видеть. То есть я сейчас нахожусь в северной части карты. Вот там дальше уже зима. Так что вот я здесь рыбачу. Ну, и на ваших глазах вы увидите рыбалку в пустыне. Скажу, что разницы нет. Одинаково клюет. Что в зиме, что в пустыне. Так, ну вот, давайте проверять, что там клюнуло. По тому, поймалась ли рыбка или нет, вы можете услышать. Ну, надеюсь, вы слышите. То есть реализован звук плескающейся рыбы. И вы видите в ловушке визуально видны такие всплески. Ну, как бы рыба плещется у вас во второй ловушке. Видите, в третьей, в четвертой. То есть рыба плещется. Если у вас ловушки рядом с домом, вы по звуку это определите. Так, давайте посмотрим, что тут мне клюнуло. Значит, на яблоко попался пескарь. Давайте я сразу тут у себя отмечу. Потом эта табличка будет на ваших экранах. Здесь у нас находилась банка фасоли. И мы поймали тоже пескарь. Видите, тут 8, тут 7. Рыбок. Здесь что? Так, а здесь у нас находился тунец. Консервированный тунец. На консервированный тунец мы поймали 2 полноценные рыбы. Большие форели. Ну, хотя написано, видите, маленькая форель. Ну, выглядит довольно-таки впечатляюще. Дальше. Четвертая ловушка. Здесь у нас находился шоколад. На шоколад на одну плитку клюнула одна форель. Так, и последняя ловушка, которая у нас стояла, видите, входом в сторону моря. То есть не имеет значения, каким образом ее размещать. Здесь у нас находилась мюсли, батончик мюсли, и мы здесь поймали тоже одну форель. Вот. В игре 3 вида рыб. Ребята, это не Reign of Kings. Здесь пока разработчики сделали всего лишь 3 вида рыб. Так. Давайте посмотрим, что можно с пойманной рыбой делать. Ну, первый сразу вопрос. Можно ли ее пожарить? В костре, чтобы кушать. Давайте попробуем. Положим форель, положим пескарей и зажгем костер. И увидим, что ничего не происходит. Рыба не жарится. Пескарей нельзя жарить. Форель жарить тоже нельзя. Что нужно сделать? Стекаются рыбки вот так вот, видите, по 10 единиц. Значит, вот этих пескарей, все, что с ними можно делать, это принимать их в сыром виде. Вот здесь есть кнопка съесть. И обратим внимание, что одна рыбка прибавит нам, вот сейчас 130. Съел одну рыбку, стало 140. 10 единиц прибавило. Съел одну штучку, 10 единиц и одну единицу здоровья прибавило. Что сделать с форелью? Кнопка потрошить. Нажимаем вот так вот. И получаются вот такие вот куски мяса. Рыбьего мяса. Вот их уже можно жарить, ребята. Полноценно. Ну, как любое мясо. Жарим это мясо. Так, жарим это мясо. И еще вопрос у меня по грибам. Можно ли что-то поймать на грибы? Я вот экспериментировал. Как вы думаете, ребята, на грибы плюнет рыба? Давайте попробуем. Видите, здесь в этой ловушке как бы маленький тайник. Тут можно и прятать вещи разные. И нагружать различными видами наживки. То есть можно сюда положить шоколад, сюда мюсли, сюда банку с тунцом. То есть вот побольше забить. Не по одному, как я кладу, а сразу загрузить. Чтоб каждый раз не бегать. И потом спокойно ждать, когда рыбка поймается. Вам капнет опыт. Придете, заберете весь улов. Не по одной рыбке, а сразу много. Итак, пожарилась рыбка. Вот так она выглядит. Жареная рыба. Давайте обратим внимание, сколько прибавит нам жареная рыбка. Значит, у нас сейчас 138 еда. Скушали. Стало 178. 40 единиц. Если пескарь 10, то жареная рыба 40. Ну, довольно-таки неплохо, ребята, согласитесь. Так, ну и теперь... Сейчас я дождусь. Вас, наверное, интересует... Поймаю ли я что-нибудь на... Грибы. Клюнет ли рыба на грибы. Делайте ваши ставки, ребята. Можно ли что-то поймать на грибы или нет. И вы видите, как опыт мне прибавился. Это я к тому, что имеет смысл загружать эти ловушки рыбой. И на этом зарабатывать очки опыта. По времени, сколько я ждал? Ну, минуты три получилось. Рыбка клевала, минуты три. Грибы лежат. Как думаете, поймаю на грибы или нет? Так, и дальше мы будем еще использовать другие виды наживок. Мясо. Мы будем пытаться поймать рыбу на мясо. Но это я буду показывать в другом доме. У меня еще один дом в пустыне. Продемонстрирую вам, что рыба одинаково клюет хорошо, как на севере, так и на юге. Ну что, на грибы поймаем, нет? Вот здесь рядом дорога. Очень удобно. Находите в мусорных кучах и бочках. Шоколад, мюсли, консервы носите. Забиваете эти ловушки. Этими продуктами и зарабатываете опыт. Пока не клюнуло. Ну что, ждем. Продолжаем ждать. Летит самолет. Аирдроп. Так, я слышал характерный плескающийся звук. Ребята, смотрите. Вот смотрите, на эту ловушку я поймал уже две рыбы. Видите, 80 единиц. То есть прочность уменьшается. Поэтому ловушки вам придется обновлять. Смотрите, на грибы клюнула морская форель. Вот так вот. Кто бы мог подумать, да? Что на грибы клюет пескарь. Поймали мы пескаря. Ну и здесь, думаю, сейчас тоже самое будет поймано. Ну что же. Давайте отправимся теперь в пустыню и попробуем поймать рыбу там, используя другие виды нажилок. Так, это дом у меня в пустыне. Самый юг карты, ребят. Так, сделаем снова две ловушки. Раз. И два. Так, и штаны надо сделать. Одежды у меня здесь нет. Так, и мы пойдем. Ловить рыбу. На этот раз давайте попробуем поймать на мясо. Значит, есть несколько видов мяса. Возьмем Человечье мясо. И вот у меня тут есть сырое волчье мясо. Так, также мы возьмем пескарей, которых поймали. Потому что вопрос, можно ли на них ловить. И возьмем вот разделанную эту рыбу. Так, ну еще есть свинина, оленина, но по сути разницы никакой, что вот видите, просто называется сырое волчье мясо. А так одинаково. Они однотипные. Что с кабана, что с лошади. Так, ну и давайте еще тоже ради эксперимента мы попробуем в ловушке положить сырое мясо и жареное. И посмотрим, как рыба клюет. Значит, у меня будет Человечье мясо, обычное мясо, мясо форели и пескарь. Вот четыре сырых мяса мы сейчас опробуем. Так, а дальше мы попробуем еще и жареное мясо. И так, видите, это пустыня. Камни. Самый юг карты. Так, вот у меня уже тут три ловушки стоит. Давайте сделаем еще две. Тоже на мелководье они ставятся. Сюда одну. Так, и сюда одну. Ну, и начнем с сырых ингредиентов. Значит, сырое Человечье. Сырое мясо. Ну, вот в данном случае волчье. Здесь у нас будет мясо форели, то есть той, которую мы поймали. Здесь будет пескарь. Здесь будет пескарь. Ну, и посмотрим. И обращаем внимание, ребята, сразу на опыт XP. Видите, у меня 90, чуть больше нуля. Все, разместили и ждем. Так, и нам остается еще опробовать жареное мясо. Вот три вида жареных кусков мяса. Опыт прибавляется, и рыба ловится, даже когда вы отсутствуете в игре. То есть вот вы разместили ловушки около своего дома, забили их полностью едой и вышли из игры. Утром вы проснетесь, и ловушки будут полны рыбой. Ну, даже если кто-то из игроков их там залутает и заберет всю вашу пойманную добычу, опыт-то вам прибавится. То есть опыта у вас будет предостаточно. Видите, здесь принадлежность. То есть вот эта рыба, которую поймал я, принадлежит мне. И даже если какой-то другой игрок заберет эту рыбу, вам, кстати, двойная польза. Вы с пойманной рыбы получите опыт. Это вот к теме халявного опыта. То есть вы за рыбку опыт получите, которую поймали. И плюс еще человек, который залутал эти ловушки, пойдет домой, пожарит эту рыбу, съест ее, и еще вот за нее вы опыт получите. То есть когда же вы рыбу ловите, видите, она принадлежит, она будет принадлежать вам. Так что, так скажем, двойной опыт. Так, у нас четыре ловушки заняты, да? Ну, давайте вот в эту ловушку мы разместим жареное мясо человечье. Человечье жареное мясо. Разместим и посмотрим, клюнет ли рыбка на него. Пока ждем рыбу, заранее тоже предвижу вопрос, одинаково ли клюет днем и ночью. На своем опыте скажу, что одинаково. Что днем, что ночью. Примерно минуты три занимает поимка рыбы. Разницы не заметил. Одинаково ловилось. Что ночью, что днем. Этот домик тоже удобно расположен. На горе находится завод. Поэтому тоже удобно таскать продукты с мусорных кучек, бочек. Так, я слышал плеск. И вы видите, у меня зеленая полоска прибавилась. Это значит, что где-то поймалась рыбка. Смотрим. Давайте проверять первую ловушку. В первой ловушке у нас лежало человечье мясо. Нет, здесь пока ничего не клюнуло. Здесь лежало у нас... Сразу буду у себя отмечать. На сырое человечье пока ничего не клюнуло. Здесь у нас сырое... Ну, любое, так скажем, мясо. Сырое мясо. Клюнул пока пескарь. Сырое мясо. Здесь у нас лежала форель. Ну, она здесь и лежит. Сырая форель. Куски форели на нее ничего не клюнуло. Так. Здесь у нас... А, здесь у нас лежит пескарь. Ну, я думаю, на пескаря ничего и не клюнет. Ну, посмотрим. Так, а здесь у нас жареный. Давайте ждать. Значит, на сырое мясо клюнул пока лишь пескарь. Ага, вот снова прибавился опыт, я видел. Где-то что-то клюнуло. Ага, вот в этой ловушке клюнуло. Так, на сырое человечье мясо поймался пескарь. Так, давайте положим сюда жареную форель. Посмотрим, что с жареной форелью. На пескаря, я думаю, ничего не клюнет. Ну, подождем. Давайте заменим на жареное мясо. На пескаря ничего не клюет. Здесь у нас будет жареное мясо. Так, проверяем эти. Сырое человечье. На него тоже, видите, ничего не клюет на сырое человечье. Так, здесь продолжает ловиться пескарь. На сырую разделанную форель тоже ничего не клюет. То есть, на сырую форель нет, на пескаря нет. На сырое человечье мясо Тоже пока нет, ничего. Ждем. Я думаю, сейчас поймаю рыбу вот здесь. На жареное мясо и на жареную форель. Здесь пусто. Здесь продолжает ловиться пескарь, видите, на сырое мясо. Здесь нет. Ну что же, немножко подождем. Слышу опять звуки плеска. Так, проверим здесь, что у нас. На сырое, ребята, видите, человечье мясо ничего не клюет. Опа! На ваших глазах, видите, на сырое мясо Попалось две полноценные форели. Так что добавляем сюда форель. Не только пескарь клюет, но и форель. Но редко, видите, большей частью пескарь. Так, здесь у нас что лежало? Тут вот эта сырая форель так и лежит, видите, на нее не клюет. Так, а здесь жареное у нас было мясо. На жареное мясо вот она, форель, пожалуйста. Полноценная рыба. И на жареную форель попались пескари. Так что вот так вот. Ну, я думаю, на жареную форель будет ловиться и полноценная форель. То есть она как бы идет как мясо. Ну, на этом, наверное, ребята, буду видео завершать. Вы видите, кстати, вот пока я тут с вами записывал видео, было 90-е зеленая полоса XP, стало 91. То есть опыт прибавляется, прибавляется довольно-таки неплохо. Вот основные виды наживок я вам показал. В конце, повторюсь, вывезу вам таблицу, на что я ловил. На все остальное не клюет там прочую хрень всякую. Семена пробовал, на семена ловить, на ткань, на ресурсы, дерево, камень. Что там еще? Жир, топливо. Пытался все класть, но нет, на это не клюет. Здесь нужны либо продукты, либо мясо. В идеале, конечно, ловить на жареное мясо. И на тот лут, который вы собираете с мусорных куч. Банки с фасолью. Тунцом, шоколадки, мюсли, батончики. Вот это вот идеальные виды наживок. На этом все. Видео и так затянуто. Рыбалка враст. Надеюсь, видео вам понравилось. Спасибо за внимание. С вами был Роман. Не забывайте подписываться, кому интересны мои видеоролики из этой игры и из других игр. И ждите новых видео на моем канале. Спасибо всем и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова